В главном корпусе Сергеева Посадского историка-художественного музея-заповедника подвели итоги конкурса «Осенний салон». На сот жюри и зрителей свои работы представили 85 мастеров живописи, графики и скульптуры. Как нам сообщило жюри, для организаторов выставки сюрпризов не будет. То, что как-то определялось нашими сотрудниками, членами отборочной комиссии, вот оно и будет озвучено сегодня. Самое главное, что для нас было важно в оценке сегодняшнего экспозиционного результата, это увидеть, что творческий человек имеет индивидуальность. У «Осеннего салона» три основные номинации. За творческую разработку формы, за создание яркого образа человека и за творческую разработку темы. Последние номинации, диплом и премию вручили заслуженному художнику России, председателю Сергеево-Пасадского отделения Союза художников России Ивану Харченко. Это замечательная традиция, что дается возможность художникам совсем молодым, еще неопытным, выставиться, себя сравнить с более зрелыми. И таким образом это очень влияет на состояние зрелости молодых. Посадский художник Сергей Чаркин получил диплом за создание яркого образа человека и приз зрительских симпатий. Очень интересная, мне кажется, престижная выставка. Здесь, думаю, в дальнейшем тоже участвуют. Участвуют в данной выставке сильные художники, я считаю. Можно себя показать, других посмотреть. «Осенний салон» проводится в Посаде с 1995 года. Как и прежде, главная задача конкурсной выставки – дать представление о сегодняшнем состоянии и направлениях развития изобразительного искусства в районе. Впервые в практике проведения салона организационную и финансовую поддержку проекту оказал арт-салон «Галерея Леже». Им была учреждена специальная премия, которая досталась заслуженному художнику России Юрию Хмелевскому. Я действительно нашел для себя работы очень сильные, интересные и как-то по-новому взглянул на них. И я считаю, что салон удался. Да, очень хорошие работы. Есть несколько работ, может быть, так, ну, не понравишься или слабеньких. Но это, может, люди начинающие, молодые, у них все еще впереди. В память о бассейном салоне 2016 выпущен каталог выставки, в котором представлены произведения всех авторов. А сама выставка будет работать в главном корпусе музея до 27 ноября. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».